Все ради водного контента! Воду за двадцать Здравствуйте, пить у нас водичку в холодильнике Все, наконец-то мы продаем Сейчас узнаем и заберем свои честно заработанные 5 минут Пить у нас водичку, у нас начинающий бизнес Пожалуйста Стоим возле магазина и продаем чубачупсу Всем привет, вы смотрите канал Сырок И это вторая часть, название на 1 копейку В первой части мы продавали конфеты, ручки Кстати, если ты не видел первую часть Пойди ее посмотри, а потом возвращайся сюда В первой части мы продавали ручки, конфеты И смогли отбить немного денег Именно с 1 копейки это 67 гривен Сегодня в этой части я думаю купить воды и конфеты Так как с конфетами нам в первой части очень сильно повезло И как вы видите, я не в селе, а в поселке горского типа О, привет! О, привет! С каждым разом наше тело становится все больше и больше Если вы хотите также третью часть Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить С первой части мы набрали 67 гривен И как я пообещал, мы поехали на автобусе Сейчас вы, возможно, будете видеть этот фрагмент Или чуть попозже Время 9 утра Время 9 утра Мы все И в общем у нас получается не 20 гривен И у нас остается 47 гривен И сейчас я думаю мы пойдем в магазин покупать что-то Ну а сейчас мы идем в магазин купить воды и конфет Какое оно стоит? Бери Все Все Две водички и варим Ну все, у нас больше денег Здравствуйте Здравствуйте Какой? Какой? Шпакет Да Такие? Да, такие Тридцать три гривен Тридцать три гривена Тридцать три гривена Тупо лолка Ну вот мы купили конфет Воды Ну как конфет Орео купили Так прикиньте мы купили Орео за половину его цены Он стоил 13 с чем-то А вообще стоит 23 или 24 В принципе выгодно В принципе выгодно Да Я на самом деле не знаю сколько у нас осталось денег Вот сейчас вы можете видеть сколько осталось Ну что, давайте не буду тянуть Начнем продавать Делать наш бизнес Ладно, спасибо Спасибо Первая продажа неудачная Я думаю мы сейчас будем уходить с магазина Потому что в прошлый раз мы допустили ошибку Мы стояли возле магазина в центре И тогда у нас никто вообще ничего не покупал Потому что мы стояли возле магазина Люди могли просто пойти и купить что-нибудь в магазине Сейчас мы будем уходить просто от магазина Куда-то далеко-далеко искать людей И там продавать им воду и Орео Здравствуйте Выживание нам не хотите Спасибо не надо Не надо Нет не куплю Спасибо Здравствуйте купите у нас воду голодную Então держите начинаете бизнес Нет спасибо Это просто эксперимент на нас Нам надо продать Спасибо ребята, я не могу Спасибо Здравствуйте купите у нас воду У нас начинает бизнес Пожалуйста. Нет, чтобы денег. Правда пока. Была бы какая у нас сегодня встреча. Ясно. Здравствуйте. Купите у нас родички. Подержите начинающий бизнес. У нас вот приятно жить надо купить. Я купила, но не я. Хехно. Нет. Мальчик, я вам помогла. Хехно, не денег с тобой. Понятно. Спасибо. До свидания. Нет денег. А, да. Здравствуйте. Купите у нас водички. Не извините. Здравствуйте. Попите водички. Нет. Не хочу водички пока. Не хотите купить у нас водички? Подержать начинающий бизнес, так сказать. Ну или печенька, да. Ну печенька, мы его купили, можно даже дешевле продать. Да не надо. Сейчас купите у нас водички. Подержите начинающий бизнес. Почему-то никто не хочет брать ни водичку, ни печенье, в селе было намного легче, я думаю мы сейчас пойдем куда-то очень далеко прямо от магазина, хоть мы стоим возле магазина, хоть дальше от магазина, вообще никто не берет водичку. Здравствуйте. Можете купить эту водичку? У нас начинающий бизнес. Обычная водичка. Есть еще печенье. Уже есть печенье. Орео дорогое. Вы опоздали ровно на 30 минут. Я только что пошла в бутылку и купила воды в бутылку. Спасибо, на сегодня до свидания. Но печеньки такие. Печеньки. Здравствуйте, не хочешь купить водичку, может печенье? Давай за 15. Давай за 10. Давай за 15. Пожалуйста. Мы просто начинающий бизнес. Поддержать. У нас первая продажа. Воду за 20. Ну, конечно, почту. Говоришь, что за трубу надо заплатить, газовую трубу надо заплатить 1800 гривен. Сколько они возьмут за эту операцию комиссию? Так, наверное... Ага. Слушай, тут у нас своя пробленность, пятерочку свою получили. Я понял. Понял? Да. Узнать комиссию. Сколько, тысячу, тысячу 800 гривен платежей, платежа за трубу, за газовую трубу. Да, да, я понял. Какая комиссия? Все, понятно. Кто не понял, что сейчас произошло, то есть нам сказали, что вы можете заработать 5 гривен, пойти на почту. Мы сейчас пойдем на почту и там спросим за трубу газовую. Все. Мы, короче, нашли почту. Сейчас узнаем и заберем свои честно заработанные 5 гривен. Сейчас мы заработаем первые свои 5 гривен. Сейчас оператор обнюхает вопросик. Вот это облом. Что такое доброта? А написано без перерывов. А что это такое? Нет, тут, в принципе, работа написана, поэтому мы можем сейчас сказать ему, что когда она работает. Но я надеюсь, он нам заплатит 5 гривен. Нет. Открывай! Мне обидно, что мы пошли так далеко и нам сейчас, скорее всего, даже не заплатят 5 этих гривен. Хотя мы ходили на почту, хотели узнать, нам должны были заплатить 5 гривен. И в итоге, наверное, мы даже ничего не получим. Я надеюсь, что он над нами смеется и даст нам хотя бы пару дней для эксперимента. Но она закрыта. Ну, написано без перерывов. Есть? Короче, вы не узнали. Нет, там написано какая-то послуга коммунальных обслуг, какие-то 10 гривен, типа, чтобы заплатить там. Что-то такое написано. Да. Пока. Всё. Спасибо вам большое. Хоть что-то. Заработали. Так, ну у нас осталось течение Oreo, которое мы, кстати, купили за половину цены по акции. И осталась вода. Ну я думаю, сейчас я сделаю кое-что интересное с ней, так как продавать её, как мы уже знаем, не очень легко. Сейчас я сделаю то, что, скорее всего, всем понравится. Сарок, что ты собираешься сделать? Годный контент! Ну что ж, ради годного контента. Какие все вылил? Нормально. Каникулы. Завтра я на всё забью. На учёбу не пойду. Хауду, еду, еду. Нормально. Нормально. Чуть-чуть освежился, да? Ну. Вода минеральная. Давай сможешь к двум людям подойти так попробовать продать Oreo? Ради годного контента они подпишутся, поставят лайк. По любому. По любому. А, ну ладно. По любому. Давайте. Ради годного контента. Здравствуйте. Здравствуйте. Ради годного контента. Нет. А ты это заснял, да? Да. Ладно, я буду считаться. Погнали. Пошли. Давай, не будем переключаться. Давай. Давай, я готов. Ради годного контента. Все ради этого. Ставьте лайки. Давайте. Миллион лайков выйдет третья часть. Ладно. Пять лайков выходит третья часть. Да. Яс, купите у нас печенье. Нет? Ну ладно, я просто в штабке купался. Три. У этого человека меня уже спрашивали. Ну теперь у нас печенье. Нет? Тоже не получилось. Ну так. Нормально. Ладно. Все, погнали. Годный контент. Я думаю, ради этого контента стоит подписаться на канал. Что, с собой футболку взял? Ну а ты думал, что я ношу себя. За вылитую воду лайк. Да там надо подписка, репост. Там не только. И комментарии. Там все надо. Комментарии позитивные желать. Да. Там же такое дело. Это получается у нас осталось одно вот такое Oreo, которое мы купили за полцены, как я говорил. И в принципе это хорошо. Все, наконец-то мы продаем это. Все. Все, спасибо вам большое. Спасибо вот Нате. Спасибо вам. Все, и вам все. У нас есть продажа. Еще плюс какой ушли. Теперь осталось только пакет продать. А зачем пакет? Ничего страшного. На памяти ставим лейдарный пакет. Как он называется оно? Надо было пакет продать. Если вы хотите третью часть, мы ее будем снимать не в поселке, не в селе, а именно в городе. С каждым разом наш челлендж становится все масштабнее. Мы заработали уже, да, денег достаточно. Мы даже, можно сказать, окупились, что мы сюда приехали. Но я думаю, что мы можем еще заработать денег. И на этом мы не закончим наш эксперимент. И сейчас мы пойдем в магазин и купим что-то еще. Что можно продать. Я вообще не знаю, что еще можно продавать. Тем более, Орео мы еле его продали. Еле Орео. На пролом, типа. Просто повезло, что... Просто ушла женщина, и мы у нее спросили без камеры, будете у нас Орео. Она согласилась. И вот, типа нам повезло. Удача. Это просто мы поймали удачу. Сейчас надо думать, вот реально думать, что можно купить. И желательно, чтобы его продать как можно быстрее. А то, я не знаю, ходить пару часов... Фу, это невыгодно. Вот, что можно продать на улице. Таким способом мы с одной копейки уже умножим несколько ее раз. Несколько раз. Нормально. Я думаю, нормально будет. Да? Где ты чупа-чупсы? Где чупа-чупсы? Нет, этот чупа-чупс. Посидать. Положи его обратно. Ты не любишь побыть? Положи. Ты не любишь побыть? Положи. Это не наш отрасль. Положи. О, это наша тема. По-любому. Что такое доброта? Что это такое доброта? Сразу построишь на улице и сразу всех успеешь. Я тоже так думаю. Посмотрите цену на этот чупа-чупс. Это не чупа-чупс, это какая-то шоколадка. Шоколадка даже меньше иногда стоит. Он лучше по 4 гривен. Давай бери конфеты. Пакета нету. Пакета, вон есть, смотри. Где пакета? Вон, смотри, есть. Пакет, есть. Где пакет? Бери 5 штук. 5 штук. Нет, давай 3 штуки. Для начала. 3 штуки. Мы все-таки остановились на чупе. Мы все-таки остановились на чупе. Потому что тут особо ничего нету. И все очень дорогое. Все очень дорогое. А, закрытое пошли. Пошли. Короче, нам запретили снимать. И нам пришлось это все купить не при съемке. Потому что там была охрана. Да. У нас начали. Меня докопали. Да. Сказали, что вы тут снимаете? Что вы делаете? В общем, сейчас вы можете взять чек, за сколько мы это все купили. Думаю, мы эти все 3 продадим. Интересная компания. По 8 гривен давай. По 8 гривен? Ну давай. Ты думаешь зайдет? Да. Да. Ну погнали, там девочка бежит. Опа! Да. Да, била. Хорошо, давай. Раз, ты идти и будешь так все продержать начинаешь и бежать. Мне везет. А ты, Орел, что бы что-то хорошие идеи добавить. Что-то тут детей нету. Вот именно наши детей нету. А ну. Давай. Ваша тактика просто идти на пролом. Как вы видите, в первой части у нас была тактика верить бабушкам. Теперь мы идем на пролом просто к людям. Потому что если мы будем еще каждого снимать, то нам просто ролик подлится на 2 часа, на 3 часа. А так мы каждого не снимаем. И поэтому получается так, что продаж даже иногда будет больше, чем неудачных. Впрочем, мы сейчас идем на парк. Потому что мы стоим сюда, стояли возле магазина. Сейчас идем на парк. У нас, короче, мозгов нету. Мы стоим возле магазина и продаем чупа-чупсы. И продаем их дороже возле магазина. А люди идут покупать себе чупа-чупсы водичку в магазине. Это мы не раз видели, что мы предлагаем водичку. А люди идут, покупают водичку и уходят. Еще одна продажа. Первые клиенты на чупа-чупсы. На чупа-чупсы. Ладно, даже 5 сойдем. Да. Спасибо. Удачи вам. До свидания. Братан. Это бизнес. Да-да-да, бизнес. Только мы в ноль ушли, понимаешь? Он стоил 5 гривен. Да? Да. Ну ладно, я бы ребенка порадовались. Да-да-да. Не хочешь поучаствовать, купить чупа-чупсы? Не хочешь? Ну, как хочешь. А ты все испортил. Ты понимаешь? Ты оператор. Ты не должен вот так. Побежал. Давай-давай. За клиентом. Нормально. Он бежит. Походу, папа ее приедет. Б*****. Смотри, погнал. Стой, стой, стой. Не хочешь купить у нас? За 6 гривен все. Окей, давай сразу два, пять. Два? Два. Два. За чем не надо. Что ли, а? Серьезно? Да, очень добро. Слушай, это как будто по 7,51. Спасибо. Банали. Я на самом деле не знаю, сколько мы сейчас смогли заработать. Тут вы, кстати, видите, сколько мы заработали. Я на монтаже тоже посмотрю. Потому что я тут ходил, у меня аж глаза разбегались. Тут много людей, но мало кто хочет. Вот реально. В селе намного больше людей хотело это купить. Что ж, если вы хотите третью часть, я вам уже говорил, что надо делать. Ну все. На этом конец. Всем пока. Вы смотрели канал Сырок. Пока.